Бойцовская культура Видя эти бои, я думаю, что увлекаясь, зажигаясь этим видом спорта, придут на более серьезные турниры, которые мы будем проводить в ближайшее время, где мы увидим и профессионалов мирового уровня, и те молодые бойцы, которых мы видели сегодня, видя симпатии зрителей, возможно, первых поклонников, они найдут в себе силы работать над собой и достигнуть более серьезных результатов. Бойцовская культура Септай Новосибирск, Красный угол, и Разлевинских Александр, Шадринский клуб Альянс, Шадринск, Курганская область. Побед! 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 больше ногами работать, потому что соперник у меня работал хорошо руками. Мне надо было ногами получше работать. Свери делаю. Во втором бою встретились Виталий Федоренков, Омск, Красный угол, и Александр Куляевский, Ангарск, Синий угол. Оба бойца претендуют на участие в турнире «Восьмерка сильнейших» весе 70 килограмм, который будет проведен в середине осени в Новосибирске. У нас уже есть несколько претендентов на этот турнир. Это, естественно, Юрий Фоломкин, знакомый уже новосибирским зрителям Влад Лырщиков, Михаил Репин, и вот сейчас еще двух бойцов мы представляем новосибирской публике. С первых секунд боя предпочтительнее выглядел омский боец. Он работал в классической тайской манере. Вот сейчас небольшая заминка в бою. Бойцы запутались в канатах. Он работал в тайской манере, четко наносил удары, но немножко опаздывал с защитой. И, как вы увидите, это его и подвело. Обоим бойцам еще нет 20 лет. Александр Куляевский, кстати сказать, совсем недавно выиграл первенство России среди юниоров, который проходил в Санкт-Петербурге. И сейчас он выиграет, то есть вы этот момент сейчас, конечно, увидите, у Виталия Федоренко нокаутом в первом же раунде. Удача была на его стороне. Виталий Федоренко, вот видите, пропускает очень сильный удар ногой с разворота. Удар попадает в солнечное сплетение, очень сильно сбивает дыхание. И омский боец не успевает восстановиться до счета 10. Чистый нокаут. Победа Александра Куляевского. В весовой категории 53,5 килограмма встретились новосибирец Андрей Брыков и Алексей Долгих из Иркутска. Андрей Брыков проводит свой четвертый профессиональный бой. Боец с очень крепким характером. Совсем недавно он проводил профессиональный бой в Ангарске, где во втором раунде получил 4 нокдауна подряд. Но сумел восстановиться и выровнять бой. Сейчас у него противник Алексей Долгих из Иркутска, который три недели назад встречался в более легкой весовой категории с Евгением Тихоновым, также бойцом клуба Септай. Тогда Алексей Долгих мужественно продержался до конца боя, получив в четвертом раунде рассечение. Но бой был продолжен. Алексей Долгих хотя и уступил, но заслужил аплодисменты зрителей благодаря своему мужеству и стойкости. Бой обещает быть очень интересным. И, как мы заметили, новосибирской публике очень нравятся бои легковесов. Бои очень динамичные, очень живые. И бойцы, не щадя себя, показывают все, на что они способны. Как я уже сказал, бойцы выступают в смежных весовых категориях. Андрей обычно выступает в весовой категории 53,5 килограмма, а наш гость Алексей Долгих в категории 52,1 килограмма. Ну, именно поэтому Андрей смотрится несколько мощнее, хотя, в настоящий момент вес спортсменов примерно 53 килограмма. Андрей Брыков очень прибавил в технике буквально за последние пару месяцев. У него очень выигрышные данные для тайского бокса, тяжелые ноги, и он хорошо наносит ими удары по нижнему и среднему уровню. В этом бою вы, конечно, не раз это увидите. Его удары в корпус очень сильно сбивали дыхание Алексея Долгих и очень сильно изматывали его. И, пожалуй, единственный недостаток Андрея то, что он не работает серийно. Вот сейчас вы видели, он наносил серию ударов, она достигла цели, а одиночные удары цели не достигают. Имея лучшие физические кондиции, наш боец лучше выглядел и в клинче, где он попросту перебивал своего противника, наносил удары локтями, коленями, что тоже очень и очень важно для определения победителя в тайском боксе. Сейчас тренер Андрея Брыкова Александр Малахов поправил Андрею амулет на бицепс. В Таиланде этот амулет состоит из кусочков кожи или материи, освещенный буддийском храме, который заворачивает бумагу, пергамент с нанесенной на ней молитвой. Ну, для нас это элемент экзотики. Вот сейчас вы видите Алексей Долгих в нокдауне. Бой продолжен. И сейчас наш боец пытается развить успех. Серия его ударов руками в голову проходит. Также проходит удар ногой, удар коленом и Алексей Долгих цепляется за канаты, чтобы прервать этот момент. Сейчас рефери по правилам тайского бокса обязан остановить бой и после того, как бойцы выйдут на середину ринга, продолжить его. еще один очень сильный удар пропускает боец из Ангарска, но сумел выполнить подхват ноги и перевести бой в клинч. А здесь рефери снова приглашает бойцов на середину ринга под канатом. Снова такой же момент. Алексей Долгих пытался выполнить подсечку и в этот момент окончился второй раунд. Самый разгар боя, третий раунд. Андрей Бриков наносит очень сильный, очень точный удар локтем с разворота, но после этого попадает в затруднительное положение и вот только таким способом с нарушением правил тайского бокса выходит из него, то есть проводит бросок с использованием корпуса, но рефери не стал наказывать нашего спортсмена, посчитав это нарушение не слишком серьезным. В этом поединке Андрей по всем компонентам боя превосходил своего противника, сейчас он наносит удары локтями, сходится в плинче, вот здесь его скручивают, то есть применяют прием тайского бокса, в результате которого Андрей оказывается на полу, но и Алексей тоже не удерживается на ногах. Встречные удары, снова удар ногой, подхват, Андрею следовало бы быстрее вставать, то есть судьи могут это расценить как проявление слабости, то есть в тайском боксе упавший должен вставать немедленно, иначе рефери может начать отсчет. Андрей наносит очень хороший удар левой ногой, в любительском боксе наверняка последовал бы отсчет ногдауна, удар заметно потряс противника, специалисты в общем-то это заметили, то есть Алексей Долгих сразу же прижал локти к корпусу, и видно было, что ему очень тяжело дышать, и вот сейчас он сваливает своего противника на пол, то есть это техническое действие какого-то преимущества ему не приносит, но дает момент для передышки. Начинается четвертый раунд, Алексей Долгих проигрывая по ходу трех предыдущих раундов не сдается, идет в атаку, но он уже очень много пропустил ударов, его силы подорваны, и вряд ли ему удастся выиграть этот бой. Андрей уверенно проводит бой, наращивает свое преимущество и уже не сомневается в победе. Судьи единогласно отдали победу Андрею Брыкову и рефер этого поединка Евгений Перевозкин поднял руку бойца клуба Сектай. Мне, наверное, по профессионалам, конечно, удачный настрой как бы другой экипировка не мешает. Свободно чувствуешь себя удары жестче, красивее зрелищного профессионала. В следующем бою в той же весовой категории 53,5 килограмма встретились Евгений Тихонов Сектай Новосибирск и Денис Гладилов Екатеринбургская область. Появление Евгения Тихонова зрители отметили продолжительными аплодисментами. Несомненно, этот азартный боец запомнился новосибирской публике Евгений Тихонов долго не мог приспособиться к манере ведения боя противником, но к третьему раунду освоился и зрители увидели тот бой, который они ждали от нашего бойца. Большую часть боя Евгений работал в правосторонней стойке, отбивал противника переднюю ногу и продолжал атаку руками. Интересная деталь. Оживление публики вызвало то, что Евгений в своей анкете в строке хобби указал охота на медведя и, вероятно, наш боец получит кличку охотник. В этом поединке наш спортсмен превосходил своего противника в работе руками и вот это превосходство боксерской техники неоднократно приводило к нокдауну. Сейчас вы видите один из них реперий поединка Евгений Переводский отсчитывает нокдаун спортсмену из Екатеринбургской области. Итог этого боя убедительная победа по очкам Евгения Кихонова Луба Сектай Новосибирск Жду с нетерпением своего следующего боя чтобы реализовать то, что не получилось в этом бое поединке. И последний поединок вечера как всегда бой звезд. Новосибирск в этом бою представлял Юрий Поломкин а его противником был Вячеслав Булдаков из Ангарска. В этом бою у Юры Поломкина молодой противник Вячеславу Булдакову 18 лет но несмотря на свой юный возраст в 16 и в 17 лет он становился сильнейшим бойцом азиатского региона среди любителей. Юра Поломкин по праву может считаться ветераном тайского бокса он одним из первых в России начинал выступать по правилам тайского бокса это было еще в 94 году когда он успешно дебютировал и на любительском кубке российской лиги муай-тай занял второе место после этого Юрий неоднократно становился призером российских соревнований выигрывал кубок России кубок СНГ и по профессиональным правилам Юрий провел больше 20 боев я открою вам небольшой секрет многие из бойцов на предложение встретиться с Юрием Фоломкиным на ринге отказываются даже учитывая то что Юрий находится сейчас не в лучшей своей форме все равно многие бойцы его опасаются за Юрием закрепилась слава нокаутера и поэтому многие тренеры считают опасным бой с Юрием Фоломкиным а вот Вячеслав Булбаков не колебаясь принял вызов на бой и как видим очень неплохо себя показывает с первых же минут раунда менеджеры российского тайского бокса высокого мнения о Вячеславе Булбакове и несомненно он реальный претендент на участие в восьмерке сильнейших в весе 70 килограммов который как я уже говорил пройдет в середине осени в Новосибирске так что в этом бою у Юрия Фоломкина в Вячеслав